День за днём Открытый урок в детском саду Чебурашка Техника снегоуборочная и персонал выведен, поэтому к зимним условиям мы готовы Плановое совещание у главы города Мы пытаемся играть в пас, мы не пытаемся играть один на один Во второй школе определились лидеры по баскетболу Это пятилетний контракт с общей стоимостью более 70 миллионов рублей Сибирский химический комбинат увеличил производство стабильных изотопов В детском саду дети начинают учиться писать, считать и читать Для воспитателя самая главная задача привить интерес к учёбе у ребёнка В садах нашего города дети подготовительных групп активно готовятся в школе Как это происходит, мы расскажем далее 28 ноября в детском саду Чебурашка в группе «Забава» прошёл открытый урок Ребята играли весёлую математику, отвечали на вопросы воспитателя и выполняли задания Вы должны быстро отвечать, можно по одному, можно хором Готовы? Да Готовы Итак, у кого больше ног? У курицы или у коровы? У коровы Хорошо Дошколята решали математические примеры, строили из геометрических фигур животных Педагог Ирина Минина беседовала с ребятами и постоянно поддерживала интерес к занятию Математика очень нужна детям, потому что ни одна профессия не обходится без математики У меня больше всего интересного было по созданию фигурок Какие вот эти фигуры складывать? А учиться тебе нравится? А зачем ты учишься? Чтобы быть умной Я хорошо решал примеры Мне это понравилось и многое другое Я буду в школе делать, учиться хорошо на одни пятерки Благодаря такому подходу воспитателей у детей уже в детском саду появляется желание хорошо учиться в школе 25 ноября в Смоленске прошел фестиваль-конкурс «Таланты Смоленщины» Судили конкурс преподавателей Смоленского института искусств Ансамбль «Калибри» городского центра досуга города Десногорск принял участие в фестивале Руководитель Марина Суржикова Жюри отметила высокий уровень подготовки наших вокалистов Все участники получили грамоты и маленькие сувениры Медсанчасть Десногорска приняла участие в ярмарке вакансий в Смоленском государственном университете По целевому направлению Федеральное медико-биологическое агентство России Выделило места для четырех ординаторов по специальностям, наиболее необходимым в нашей медсанчасти Это врачи для скорой помощи, клинической лабораторной диагностики, хирургии и офтальмологии И через год в Десногорск приедет один педиатр и два терапевта Сейчас студенты учатся на шестом курсе в Смоленске 28 ноября глава муниципального образования Андрей Шубин провел плановое совещание с председателями комитетов администрации и руководителями муниципальных предприятий и служб Подробности в нашем сюжете 24 ноября восемь семей муниципальных служащих получили ключи от комнат в общежитии Вега Жилых помещений работникам бюджетных организаций в гостинице Вега выделили блок для предоставления комнат Было заключено 8 договоров коммерческого найма на срок 11 месяцев Коммунальные службы работают в штатном режиме В связи с началом снегопада персоналы техника выведены в работу В образовательных учреждениях проходят семинары для педагогов школ территории расположения филиалов атомной отрасли В детской юношеской спортивной школе прошли соревнования среди воспитанников детских садов Мы вместе с мамой молодцы 30 ноября в историко-краеведческом музее откроется выставка дизайнеров Arise 4 В Смоленске задержаны девушки, которые сделали так называемую закладку наркотиков в центре города В их сумке обнаружили еще 47 пакетиков с розовым порошком Экспертиза определила, что это синтетический наркотик массой около 15 граммов Возбуждено уголовное дело Им грозит лишение свободы до 20 лет 28 ноября в Духовщинском районе произошло смертельное ДТП 47-летний водитель за рулем фургона Renault Master выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом От полученных травм мужчина скончался на месте еще до прибытия скорой помощи А сейчас новости спорта С 27 по 30 ноября в Смоленске проходит Кубок России по фехтованию на саблях Студенты Смоленской академии Камиль Ибрагимов и двукратная олимпийская чемпионка Яна Ягорян стали победителями Кубка России в личном и командном зачете Они принимали участие в турнире в составе команд из Москвы и Подмосковья Две недели в школах Десногорска проходили отборочные игры среди классных команд по баскетболу Ребята соревновались за право представлять свою школу на общегородских играх Кто выйдет на баскетбольную площадку на городском турнире от второй школы, мы расскажем в нашем сюжете 24 ноября во второй школе прошел финал отборочных игр по баскетболу 4 на 4 между командами 7 и 8 классов Эти соревнования проходят в рамках проекта «Динамо Русатом» при поддержке местного отделения партии «Единая Россия» Поздравил школьников со спортивным праздником заместитель председателя местного отделения партии Михаил Хоботов В каждой школе есть уже свои лидеры именно в этом виде спорта И сегодня мы действительно показали, оно видно сразу, как вы можете играть, как вы можете выкладываться и как вы можете переживать Соревнования прошли горячо, все команды стремились к победе В результате первые места получили 7-й А-класс, среди команд постарше на первое место вышел 8-й А-класс У нас очень эмоции были волнительными, мы боялись вылететь из турнира, хотели пройти дальше Не хотели, конечно, проигрывать команды, мы в школе, хотелось пройти, играть за город, за школу вначале Ну и все рады своей игрой, довольны и хотят дальше участвовать Выйти на городскую площадку для мальчишек заманчиво тем, что можно стать лучшей школьной баскетбольной командой Десногорска Сибирский химический комбинат, входящий в структуру Росатома, заключил пятилетний контракт на поставку изотопной продукции одному из производителей радиофарм препаратов Сумма контракта оценивается в более чем 70 миллионов рублей Для выполнения обязательств на заводе была смонтирована и введена в эксплуатацию новая газоцентрифужная установка Более полутора тысяч оборотов в секунду Такова скорость ротора каждой из сотен газовых центрифуг, входящих в состав новой газоразделительной установки Сибирского химического комбината Она предназначена для получения дефицитной изотопной продукции, а поэтому силы, которые были вложены работниками предприятия в ее создание и почти 8 месяцев, затраченные на сборку и отладку оборудования, окупятся старицей уже в ближайшее время Установка позволит увеличить мощности по производству стабильных изотопов на 20-25% Сибирский химический комбинат, входящий в структуру Росатома, производит стабильные изотопы уже более 20 лет Газоцентрифужная технология позволяет получать конечный продукт с высокой степенью обогащения, что гарантирует ему высокий спрос на мировом рынке Стабильные изотопы – это исходный материал для производства радиоизотопов, которые в дальнейшем находят широкое применение в промышленности, в науке и в медицине Ввод в эксплуатацию новой установки способствовал заключению контракта Сибирского химического комбината с одним из производителей радиофарм препаратов на поставку изотопов медицинского назначения Мы фактически полгода торговались с европейскими поставщиками, ну и в итоге контракт остался за нами Это пятилетний контракт с общей стоимостью более 70 миллионов рублей Это позволит в первую очередь сохранить те рабочие места, которые есть на заводе разделения изотопов Загрузить в долговременной перспективе оборудование, получить предприятие, получить выручку Сегодня Росатом является одним из крупнейших мировых производителей и поставщиков изотопов Правда, пока это в большей степени так называемые сырьевые изотопы, которые нужны для производства радиофарм препаратов В рамках стратегии развития ядерной медицины уже сейчас ряд институтов и заводов Росатома проводят модернизацию оборудования И выстраивание технологических цепочек для изготовления именно медицинских изотопов Которые непосредственно будут использоваться для лечения и диагностики различных заболеваний Это все новости на сегодня с этими другими событиями Вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Спасибо за внимание, до свидания Субтитры создавал DimaTorzok